Чемпионат Владимирской области, Динамо побеждает Трут со счетом 1-0. С нами главный бомбардир команды Игорь Пантелеев. Игорь, скажи, как тебе матч сегодня? Что получилось, что не очень? На самом деле матч очень тяжелый получился. Команда Собинская прям второй матч подряд на нас настраивается. Это видно по результату, потому что в той игре мы как бы обыграли Схрунина 4-2. Там первый тайм, понятное дело, первые 15 минут мы провалили полностью. Второй тайм как-то ребятки подсели. Даже проще было с ними играть, чем с Собинкой. Не знаю, может быть, настой какой-то там на меня, да? Возможно, ну не только на меня, а, понятное дело, на всю команду. Но я в том случае. Игра очень тяжелая на самом деле получилась, прям очень тяжелая. Ребята бились до конца, Собинские, за что им благодарность большая. Удачи им только, что еще сказать. Я очень рад, что, конечно, я, наверное, четвертую игру против Собинки играю. Ни разу не удавал забивать, там, за Гвардейц играл, за ВНЗЖ бывший. И вот за Динамо, за вторую игру. То есть четвертая, получается, ни разу не удавал забивать. Наконец-то получил забить. Или ты не стал праздновать? Нет, на самом деле, я извиняюсь, конечно, там, моментик был, когда гол забил в эйфории, там, полетел сначала, потом вспомнил, вот, но не стал, да, дальше. То есть теплые отношения остались, да, с Собинской командой? Да, конечно, как по-другому. Это мой город, мой дом. Ну, раз уж мы затронули тему Собинки, да, ты правильно сказал, что ты играл за вообще топовые команды, да, для нашей области, и ВНЗЖ, и Гвардейц. Как тебя в Динамо-то занесло? Что случилось-то, как ты здесь оказался? На самом деле, я после Гвардейца, когда ушел, было предложение, там, как раз, вот, от ВНЗЖ, и было предложение, Артем Николаевич мне, Евсенков, предложил тоже, он говорит, типа, Гошан, давай, как бы, у нас команда хорошая подбирается. Плюс у меня тут друзья все, в том числе Андрей Подымов, Илья Рябов, там, да, как вообще меня занесло в Динамо, вот, тогда я не перешел, потому что, на самом деле, мне не нравилось это поле, очень. Сейчас оно, по сравнению, что было года два-три назад, намного лучше, вот, и, что сказать, именно, наверное, из-за поля, из-за того, что как-то в Гвардейце там искусственное поле было, я там физической форме очень хороший был, вот, и хотелось как-то, в более, такой, сильной команде поиграть, попробовать, вот, а сейчас, последнее время, я, ну, последнее, уже ушел в Собинку, решил пацанам помочь, вот, но, что-то я не увидел в глазах, у них какой-то прыти, какой-то, какого-то желания нет особо, ну, если ребятам нравится, там, да, на последнем месте идти, значит, их все устраивает, вот, я только им желаю удачи и так далее, вот, а насчет, как в Динамо, вот, Андрей Подымов, я с ним играю в Альф, он меня, там, позвал, вот, говорит, давай-давай, у нас тут Мишель Ларионов, ой, Мишель Ларионов, Мишель Савельев, Егор Ларионов, плюс Артем Николаевич Евсенков, Илюха Рябов, ну, и тот же Андрей, вот, то есть, как бы, все ребята мои знакомые, ну, кроме Мишеля с Егором Ларионов, вот, и мне сказали, типа, давай, приходи, Мишель с Егором, блин, ну, сказка будет играть просто, я прихожу, и мне через два месяца говорят, что их не будет в команде, я такой, ну, ладно, хорошо, начинается сезон, во-первых, Андрей Подымов еще сломался, вот, он там крестообразной связки операцию делал, плюс Артем Николаевич тоже, там, весь поломанный, и Илюха Рябов тоже одного, там, матча полноценного даже не провел, вот, и, ну, че, ну, на самом деле, команда очень хорошая, вот, в каких я командах не поиграл, вот, вышеперечисленных до этого, на самом деле, по коллективу, вот, это один из лучших, потому что еще один лучший клуб, это, ну, Альфа, там, ну, просто семья, на самом деле, вот, таких клубов, команд семьи, я вообще нигде не видел, здесь примерно то же самое, на самом деле, тимбилдинги, там, и так далее, вот, сейчас в баню поедем тоже отдыхать с командой, то есть, очень хорошая команда, мне все нравится Молодцы, я обратил внимание, и Артему задавал вопрос, ну, как задавал вопрос, тоже обращал внимание, что, вот, ребята, на травме, да, ты пропустил Игорь, и Андрей Подымов, и ты, я вас вижу на трибунах, вы все равно поддерживаете, я же идти в другой город, вот, и это, ну, наверное, говорит о многом, правда? Завтра событие года, финал Кубка области, твой прогноз, что скажешь, тоже, наверное, всех знаешь Ну, честно, хочу, чтобы, вот, как-то, династия вот эта Купреевская в моменте как-то уже всем поднадоела, так сказать, вот, но они в том году проиграли же, да, по-моему, второе место заняли в том году, Ник же выиграл в том году Мы в том году выиграли кубок и не выиграли чемпионат, а до этого они выиграли чемпионат и не выиграли кубок Ну, то есть я в том году Ник выиграл чемпионат, да, вот, ну, честно, у меня там ребята знакомые игра, это за строитель, вот, хотелось бы пожелать им удачи, конечно, вот, хочу, чтобы они выиграли, если честно, больше Хотя, там, нет, даже не буду говорить, ладно, закончим на том, что пожелаю удачи За интересную игру, да? Да Отлично Еще большое событие в динамовском семействе, команда Динамо 2 выигрывает третью группу, зона север, и переходит во вторую группу, я так понимаю, там еще какие-то стыковые у них, но я думаю, что уже вышли Вот ты тоже играл за труд и за воршу, я так понимаю, тоже это был как фармклуб Да Вот скажи, насколько тяжело, вот, играть два дня, например, подряд, ну, функционально понятно, как это влияет на команду? То есть команда, грубо говоря, теряет игроков отформованных, то есть они устают больше, травмируются, ну, вот эти все проблемы Не станет ли победа Динамо 2, переход во вторую группу, там, какой-то, какой-то, да, сильной нагрузкой более, и, ну, готова ли к этому команда? Ну, изнутри Во-первых, там еще не все решено, вот, потому что там еще другая зона, я так понимаю, есть, потому что в третьей там две группы, две подгруппы Ну, там, знаешь, как, там, там, там раньше, раньше было так, что вот два победителя, вот выиграл юг и выиграл север, они уже вышли Они играют между собой стыковые за места, а сейчас какие-то полуфиналы, говорят, придумали, я тоже не очень в курсе В том году, по-моему, было то, что та группа первое место и эта группа первое место, они играют между собой, и кто выигрывает, попадает в вторую Не знаю, на самом деле, был разговор, на самом деле, с Артем Николаевичем насчет, хочет ли он, чтобы команда пошла во вторую Понятное дело, они там 10 из 10, по-моему, выиграли, если я не ошибаюсь, вот, но самое главное, это народ, вот, если народ будет, тогда и задача будет такая, то есть, пойти во вторую Если нет, то тогда останутся в третьем, наверное Просто ты вот говорил про Струнина, ну, и ряд других, мать, и когда случилась вот эта вот дисквалификация, там, с Владимиром, вот, здесь играли-то, да, там, на последней минуте был Вот, там куча защитников вылетела, и пришли ребята из второй команды и помогли, то есть, они сейчас выходят, вот, насколько важно их не потерять, скажем так Да, блин, все люди важны, на самом деле, любой человек Потому что, сколько не смотрю, например, какой-то район, да, там, команда имеет, там, две команды, например, там, Собинка, Горша, там, был Пищевик и... Тут, может быть, еще был, еще кто-то был Вот, и, в общем, это, ну, нагрузка увеличивается, и в итоге, через время, команда пропадает, вот этого бы не хотелось Да, я не думаю, мне кажется, вот, если честно, вот, перейдя в этот клуб, со многими общаюсь, вне, там, так сказать, компании Артема Николаевича Вот, все многие говорят, то, что если бы не он вообще, в принципе, не было бы такой команды, очень, там, ну, достойной, я считаю, для первой группы Очень хорошая, мы занимаем там сейчас седьмое место, очень сильная такая команда, вот, и если бы не он, я думаю, и не... Ну, там, просто я, насколько знаю, там, раньше они постоянно играли, там, до Артема Николаевича с другим тренером Не знаю имя, отчество его, не буду говорить фамилию, там, не столь важно, вот, они играли постоянно по второй группе, вот, то есть Артем Николаевич Очень хороший тренер, я так думаю, если он вырастил всю такую молодежь, которая сейчас показывает результат, действительно, вот, ребята реально хорошие То есть, то же самое, Слава Кулопов, да, там, Кирилл Полохин, Никита Ефимов, Саня Тиняев, там, да Они активно, да Да, ребята очень хорошие, на самом деле, если вот даже, ну, сравнить с Собинкой, ну, нет таких, прям, сильных, молодых футболистов Да, там есть, там, один-два, не так, как здесь, на самом деле, здесь очень прям, он очень хорошо занимается ребятами, детьми, там, воспитывает Наверное, наверное, и меня для этого пригласил Не могу не спросить, ты являешься лучшим бомбардиром команды уже, да, я думаю, что это не изменится Считаешь ли ты свои забитые мячи, стремишь ли стать лучшим бомбардиром лиги, я просто помню, ты мне писал сообщение о том, что, да, там, гол со Струнина, я Набокова написал, да, ты говоришь, это я забил Ну, там сверху, на самом деле, не очень видно, вот, ну, поправил и поправил, молодец, вот, хочешь ли ты стать, есть ли у тебя какие-то личные амбиции, вот, вот, поэтому Да, во-первых, конечно же, это все есть, но самое главное, честно, для меня это победа команды вообще В принципе, пофиг, кто забил, там, без разницы, вот, самое главное, это победа команды, но, понятное дело, то, что, какой нападающий не любит, не хочет забивать То есть, понятное дело, у меня нет такой цели, вряд ли я догоню, там, ребят, которые, там, Чуканов, по-моему, сколько у него, там, 20 уже мячей, по-моему, это, ну, и тем более, я пропустил, там, 6 или 7 туров, вот, и это дает о себе тоже знать От игре к игре, там, сейчас вот, вернулся, боковую связку потянул, что-то вообще прям очень сильно затянулось, на самом деле Полтора месяца, наверное, где-то пропустил, вот, вернулся сейчас, дай бог, что в каждой игре, от игре к игре Будем дальше также продолжать Восьмая победа, ой, нет, восьмая, без поражения, да, восьмая игра без поражения, вот Но сегодня, конечно, тяжеловатенько было, так что Ну, желаю тебе здоровья, восстановления, да, уже твоих кондиций прежних набрать И к Минке, и к большому футболу, да Ну, и давай закончим пару слов болельщикам, которые на все выезды, в вагоне, в воду, Динамо Да, на самом деле, болельщикам хочется сказать прям такой большой респект Потому что, ну, в Собинке я там был, да, там особо, ну, там, фан-сектора такого не было, да, как здесь, там, активного Вот, там приходили родные, там, друзья, понятное дело, там был болельщик Ой, была поддержка, но не такая тут прям флаги, барабаны, кричалки И ребята поют, поддерживают нас, это очень приятно Большое им спасибо, мы очень сильно их ждем на каждой игре